МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Передовой беспроводной геймпад для тех, кто хочет лучший продукт из представленных на рынке. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы поговорим о Трекмания Юнайтед, а точнее про одно из семи окружений – стадион. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями игры в дисциплине Трекмания Нейшенс между четырьмя игроками. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Недавно бразильская организация Made in Brazil сообщила, что имеет желание заполучить вторую Counter-Strike команду. В состав нового коллектива вошел Лэнс. Компания ему составит игроки, ранее выступавшие за MIBR, BTT, TON и CKY. Последним членом данного состава станет бывший игрок Gamecrashers Rodrigo. Звезда шведского Counter-Strike в скором времени может вернуться в Европу. Речь, конечно, идет о Маркусе Сундстреме в узких кругах Z. Сегодня со стороны шведа последовало сенсационное заявление, что по окончании второго сезона лиги он готов вернуться в Counter-Strike 1-6. В настоящий момент Z проживает в Лос-Анджелесе. Недавно прошла жеребьевка второго группового этапа ESL Major Series в дисциплине женского Counter-Strike. Восемь самых сильных команд Европы в двух группах будут выявлять четырех счастливчиков, которые и поборются в большом финале. Российская команда Forze попала в группу B. Бороться с ними будут N-Faculty из Германии, MC Poker Amulite Франция и Alternate Attacks Германия. Команда TPU Sports, показав великолепную игру на Code 5 Russia, где заняла второе место, допущена для участия в большом финале этого турнира. Таким образом, сразу три российских коллектива смогут побороться за победу на этих престижнейших соревнованиях. Стоит, правда, отметить, что шансы на успех у уфимской команды не так велики, как у Virtus.pro или EYE Sports. Основная причина этому – недостаток международного опыта игры. Добро пожаловать в школу виртуального спорта! Сегодня мы поговорим о Trackmania United, а точнее, про одно из семи окружений – стадион. Всё более популярной становится игра Trackmania United. А учитывая скорый выход обновления для Trackmania Nations, самое время познакомиться с нововведениями. Главное изменение – появление новых блоков, на которых поведение машины отличается от такового в Trackmania Nations. Среди них новые типы платформ, вода, новые типы чекпоинтов. Также, по сравнению с Trackmania Nations, болид стал несколько тяжелее, что сразу заметят опытные игроки. Самым заметным изменением является появление грязевых участков. Поведение болида на грязи очень сильно отличается от асфальтового. Появляется большая склонность к заносу, поэтому надо тщательно выбирать траекторию движения, чтобы потерять как можно меньше времени. Также большой проблемой являются баги. При приземлении болид может сохранить свою скорость, а может резко её потерять. И чтобы свести к минимуму вероятность этого, необходимо нащупать наиболее удачное место для приземления и наилучшее положение болида в воздухе. На этом всё. Мы – это виртуальная школа. Учитесь на пятёрке. Пока бесплатно. Смотрите далее. Опытный образец боевой перчатки, оборудованный сенсорными датчиками. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями игры в дисциплине Trackmania Nations между четырьмя игроками. Представляем обзор киберспортивных девайсов со всего мира. Rechargeable Wireless Dual Trigger 2 в 1 – это передовой беспроводной геймпад Thrustmaster. Он отлично подойдёт для тех, кто хочет лучший продукт из представленных на рынке. Оснащён улучшенной беспроводной технологией. Имеет возможность одновременной игры для четырёх человек на одной платформе. Также оснащён двумя перезаезжаемыми никель-металлогидридными аккумуляторами и USB-док-станцией для подзарядки прямо от ПК. Оптимальное сочетание функциональных возможностей и цены. Пользователям, которые уверены, что системный блок для настольного ПК должен быть не только функциональным, но ещё и внешне привлекательным, компания Thermaltake Technology предлагает новую серию стильных и хорошо вентилируемых корпусов М9Д. Изделия совместимы с материнскими платами форматов Micro-ATX и ATX. Имеют семь слотов расширения, снабжены выведенными наружу двумя аудиоразъёмами. Парой портов USB 2.0 и одним E-SATA портом. А также способны вместить до шести устройств размером 5 дюймов. Некоторые американские солдаты в Ираке уже используют переносные боевые компьютеры. В боевых условиях воспользоваться клавиатурой и мышью можно только на базе или в транспортном средстве. Решение этой проблемы предлагает компания RallyPoint. Она выпустила опытный образец боевой перчатки, оборудованный сенсорными датчиками. Она должна помочь просматривать и редактировать цифровые карты, активизировать радиосвязь и посылать команды, не выпуская из рук оружие. Мышь O-Click 520S имеет стандартный дизайн. Если отвлечься от физических размеров, новинка выглядит подобно многим трёхкнопочным моделям среднего, а то и более высокого уровня. Мышь навжена обычной оптической системой с подсветкой при помощи красного светодиода. Копус мыши пластиковый, без специального покрытия. Колесо прокрутки прорезинено. Имеется дополнительная кнопка переключения разрешения. Сегодня нам предстоит увидеть финальную игру в дисциплине Trackmania Nations. В финале встретились четыре игрока. Дэн, Ромка, которые попали в финал по сетке виннеров, и Молот, Данилевич, прошедший по сетке лузеров. Игроки. Денис Кукушкин, Дэн, 20 лет. Михаил Кувшинов, Молот, 22 года. Роман Волобуев, Ромка, 19 лет. Даниил Казмирюк, Данила, 16 лет. И еще до начала турнира в отсутствии Гнома фаворитами считались Ромка и Дэн, имеющие высокие достижения и большой опыт игры. Игра проходит в режиме rounds до 41 очка на каждой карте. Первая карта. Итак, начинается первый заезд финала. Пилоты стартуют плотной группой, лишь немного отстает Данила. Постепенно из-за мелких ошибок соперников Молот вырывается вперед. Через некоторое время Ромка и Дэн одновременно врезаются в одном повороте, пропуская Данилу вперед. В этом раунде Молот был первым. За ним Данила, Дэн и Ромка. Начался второй раунд. Через некоторое время вперед вышли пилоты Оу-Кью. Вскоре Ромка коснулся борта, в то время как между Молотом и Дэном разгоралась борьба. Победителем с которой вышел Дэн. Но опять исход раунда решили ошибки. Дэн и Данила одновременно ошиблись. Вперед вышел Молот, который довел дело до победы. Следом пришли Данила и Дэн, который на последних сантиметрах трассы обошел Ромку. После победы Молота в четвертом раунде начинается пятый раунд. Начинается он с лидерства Ромки и Молота, но вскоре Дэну удалось обойти соперников и сохранить лидерство до финиша. За ним пришли Молот, Данила и Ромка. После первой карты на первом месте Молот, 42 очка. Далее Ромка, Дэн и Данила. Вторая карта. С самого начала Дэн захватил инициативу. После помарки Ромки на второе место выходит Молот, который на протяжении долгого времени пытается обойти Дэна. В честь некоторое время Ромка обходит Молота и до самого финиша пытается отвоевать первое место. Но Дэн ехал безупречно. Никого не пропустил и на финиш приехал первым. За ним Ромка, Молот и Данила. К четвертому раунде в ходе всей дистанции пилоты боролись между собой, а победил Данила, обойдя Дэна, зацепившего угол у самого финиша. После пятого раунда, который в очередной раз выиграл Дэн, начался заключительный шестой раунд. И начался он опять же с лидирования Дэна. Пилоты Оу Хью не отставали и практически одновременно обошли соперника. А лидерство захватил Ромка. Дэн был не намерен отступать и, лучше пройдя поворот, обошел Молот. Из-за ошибки в выборе траектории, балет Дэна подпрыгивает, и он повускает Молота и Данила. И все-таки желание обойти соперников было так велико, что Дэн вырвал второе место у самого финиша. После второй карты на первом месте Дэн, 69 очков. Далее Молот, Ромка и Данила. Третья карта. И так начался первый раунд на последней карте финала. Через некоторое время немного вперед вышел Данила, а позади была Ромка. После ошибок Дэна и Молота Ромка вышел на второе место и принялся догонять пилота Ай-Эр, что ему удалось. Данила, совершив ошибку, пропустил и Молота, и Дэна. Со старта вперед ушел Ромка, а позади кипела борьба за второе место. Досадная ошибка на середине дистанции стоила пилоту Оу Кью первого места. Вперед вырвались Молот и Дэн. До самого финиша боролись бок о бок, но победу вырвал Дэн. В третьем раунде Молот приехал к финишу первым. За ним Данила. Начинается четвертый раунд. Постепенно вперед выходят Данила и Дэн, обошедшие Ромку после его помарки. Затем Дэн обгоняет соперника и одновременно с ним ошибается. После чего их обоих вновь обходит Ромка и добирается к финишу первым. После победы Дэна и Молота в пятом и шестом раундах начинается заключительный седьмой раунд. Пилоты идут плотной группой, пока не ошибается Молот. Вперед выходит Ромка, но при спрыгивании с платформы неудачно приземляется и теряет скорость. Лидерство захватывает Дэн и не упускает его до самого финиша. А за второе место развернулась борьба между Данилой и Ромкой, победителем из которой вышел Данила. По результатам заездов на трех картах были посчитаны очки и определен победитель. Им встал Дэн. Второе место занял Молот, за ним следует Ромка и Данила. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильный девайс для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное. Новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова